добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о дисциплине сегодня я хотел бы поговорить о целостной дисциплине а дело в том что когда мы с вами говорим о дисциплинировании детей очень важно чтобы это не было найти таким эпизодическим кавалерийским налетом дисциплина должна быть четко продуманной спланированной целостной и постоянной вот когда мы говорим о целостности дисциплины мы не говорим о том что нам необходимо чтобы мой ребенок был послушан например только в школе дома он может заниматься чем угодно я очень часто слышу такую фразу от многих родителей когда ребенок дома себя ведет не очень хорошо какая-нибудь мама она говорит примерно так что ты в садике себя ведешь также с воспитательным ты также огрызаешься и вы знаете когда вот эти фразы пролетают то мы четко понимаем что целостной дисциплины не существует то есть мы не учим детей быть одинаково послушными и там и там мы не занимаемся их вот найти всесторонним воспитанием наша задача чтобы они в школе вели себя хорошо потому что они представляют семью и могут ее например опозорить или наоборот сюда рождается банальное бытовое лицемерие когда мы говорим о целостной дисциплине мы говорим о дисциплине не только локационной да то есть дома в школе мы говорим в сексуальном плане мы говорим финансовом плане мы говорим о дисциплине в плане поведения взаимоотношений со сверстниками о дисциплине в бытовом плане и так далее то есть у нас в обязательном порядке должны существовать универсальные вещи, которые применимы абсолютно ко всем сферам жизни и локациям, где может находиться наш ребенок. Целостная дисциплина – это подготовка человека к общему жизненному циклу. То есть, когда наш ребенок понимает, что законы есть везде, им обязательно нужно следовать. Субтитры подогнал «Симон»!